друзья всем привет добро пожаловать на наш канал мы в испании с вами татьяна алексей сегодня тема нашего ролика как вы прочитали уже из названия электроавтомобили в европе и в частности в испании сегодня мы побродим по интересной выставке посмотрим электромобили а мы подбираем для себя сейчас электромобиль поэтому эта тема для нас актуальна и важно и все вам покажем расскажем все расспросим и самое интересное как обычно покажем вам здесь конечно представлено очень много интересных автомобилей современные формы современные цвета но мы пошли смотреть по своим параметрам те машины которые нас особенно сейчас интересуют современный век и современные автомобили сейчас мы посмотрим вам покажем друзья как обычно вот компания harley все владельцы мотоциклов знают что славились авто мотоциклы harley славились своим звуком своей харизмой но к счастью правила меняются и тенденции новые входят даже в такие закоренелые компании и сегодня harley представляет здесь на выставке мотоцикл который работает тот тоже на электричестве на электрическом ходу вы видите первый экземпляр но уже не будет так рычать ну да к сожалению или к счастью наверно к счастью все таки тихо спокойно езда и уши целых как друзья это у нас заряжаемый гибрид opel представил совсем недавно grand land гибрид единственное что мы сели машину позит подышали но пластик как у каждого опеля не совсем good конечно на любителя но все равно радует то что появляются все таки такие заряжаемые гибриды которые можно использовать как полуэлектромобиль ездить до 50 километров на электротяге ну если нужно добавлять уже бензин opel на выставке представил тоже очень интересный автомобиль это родственник peugeot traveler либо citroen кто ездит знает но отличие этого автомобиля то что это электрический автомобиль полностью электрический автомобиль есть удобный салон запас хода не особо большой порядка 250 километров но все равно машина очень интересная это новый полностью электрический автомобиль opel corso ну тут ничего необычного на базе opel corso сделаны в принципе особых таких выдающихся никаких впечатлений нет из того друзья что мы посмотрели пока мы еще не остановили свой выбор ни на чем если вас интересует где-то что-то нам не нравится где-то какой-то запах пластик не то ну в общем пока ходим смотрим свое резюме скажем в конце этой выставки какой электромобиль произвел на нас наиболее впечатление пока из увиденного пока еще ни на чем мы вот вчетвером свой выбор не остановили ищем смотрим показываем вам посмотрите друзья и guard здесь тоже на выставке представил свои свой электромобиль который мы видим за восемьдесят четыре тысячи пятьсот вот так вот он шикардосно смотрится вот такой приятный электромобиль чик ну друзья смотрите есть еще вот такой вот вариант электромобиля маленький компакт ненький мальчики уже наши здесь я сравниваю эту машину с электро велосипедом до малюсенький аккуратненький необычный здесь на выставке много интересного много электромобилей кстати этот маленький автомобильчик с панорамной крышей представляете то есть можно ездить на таком автомобиле сейчас покажу вам внутри маленькая все уютненькая компакт некая открывается дверочка можно сидеть пассажиру ну просто лакшери 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 все ребята вы поехали изновина из перерабатываемого пластика чистый эко мобиль наверно вот такое здесь можно встретить на выставке видите интересно и оферта сейчас прикольно так следующий электромобиль у нас друзья идет ford 69 тысяч 725 50 расскажи алексей что это за электромобиль это не просто ford это почти ford mustang надо показать решетки а мы увидим вот такой красивый цвет красный активный вот такая друзья у нас очень интересная выставка проходит в аликанте 19 20 и 21 но ноября 2021 года соответственно покажем что это за такое чудо света космического очень интересная цена 16000 но этим экземпляр прямо сейчас стоит 10000 евро довольно приятный ценник прямо космический аппарат можно сидеть вдвоем 4 600 есть еще вот такой электромотоцикл друзья ну а кто любит porsche то здесь есть прекрасный такой porsche гибрид который стоит 49 9900 почти 50 тысяч евро но он с пробегом он заряжаемый гибрид до единственный минусу здесь бензиновый двигатель но в любом случае представлен и есть красивенький и рядом что у нас тут рядом нас версии ds и тоже такая подошли мы бы вышечки вы вышечка у нас электрическая i3 19250 с пробегом в красивом цвете белый с черным синими вставочками но тоже не сильно новая да я так понимаю 17 год 17 год это с пробегом то есть это не новинка на во всяком случае есть можете почитать вот здесь вот поставив нас тут все характеристики я бы хотела посмотреть еще его внутри раньше мы рассматривали этот автомобиль но поняли что для нашей большой крупноговорительной семьи он маловат на большие расстояния он не потянет ну нам нужно возить всегда с собой так как мы путешественники сумки чемоданы и прочего утварь на маленькие расстояния просто школу есть и магазин наверно вам дороговат в этом смысле то всего постоянно заряжать тоже наверно нету времени пока вот мы его уже рассматривать перестали но бмв есть бмв кому-то нравится он наверно достоин того но просто под наш семейные нужды он в данный момент вот не подходит мы хотим чуть побольше но посмотрим как он внутри смотрится мальчики заняли места мои сейчас я их оттуда выкурю и посмотрю что он из себя представляет итак друзья сейчас я присяду в этот автомобиль и покажу вам что здесь есть что здесь есть в общем красивенький приятненький как бы мышечки тканевый салон но достаточно тесный приз присаживайся в общем для нас он тесноват хотя мы с не сильно такие толстенькие панорамной крыши нет такой приятный все здесь классно но мне кажется так не не мне тоже не очень сзади так мало места но можно детей маленьких сажать наши наши будет тесновато двери как-то распашные сзади тоже как тебе вообще в целом маловато чуть-чуть тесновато автомобиль конечно хороший наверно вы уважаем бмв уважаем но в данном случае будем ждать когда они выпустят что-нибудь другое побольше можно багажник пойти посмотреть так ничего особенного здесь не вижу внутри сейчас посмотрим багажник багажник здесь вот такой принципе рюкзак помещается ну даже три скажем так за продуктами можно но на пляж можно в школу но на дальние поездки нет и для малогабаритных людей может быть низкого роста но мои 165 с моей средней комплекции мне немножко тесновато кажется может быть в одежде как-то вот не очень при при всем уважении к боевые еще мне не нравится вот эта дверь не очень нравится вот эта распашная дверь но в принципе встречаются автомобили с такими дверями открывается да то есть такой тетрис небольшой в общем друзья ну вот смотрите маленький компакт некий с пробегом есть такие новенькие наверно не выпускают такие сейчас конечно да да с большим пробегом очень маленький компактный пока мы не впечатлились потому что потому что он для нас маленький тесноват и не очень большой пробег запас хода все идем дальше смотрим следующие автомобили а мне нравится друзья вот такой цвет смотрите современный мышиный ну какой-то он с сиреневатым оттенком если присмотреться камера этого не передает но в принципе внешне красивый автомобильчик 24 500 спортивный с ручкой с ручкой старьет механика механичка механичка на некоторые любят механичку по старинке все имеют право делать свой выбор кому что нравится а мы просто показываем делаем обзор выставки и автомобили которые есть ну естественно смотрим под себя чтобы нам выбрать вот пока не остановили свой выбор пойдем вольву еще посмотрим посидим попробуем пощупаем понюхаю потрогаю ну и очень важно тест-драйв конечно друзья это очень интересный автомобиль автомобиль у про делается барселоне в испании сделан он на той же платформе на которой делается volkswagen айди 3 очень интересная модель в плане того что запас хода тоже достигает до 400 километров по городу и порядка 350 по трассе достаточно симпатичный красивый автомобиль итак вот у нас автомобиль внутри он выглядит вот так вот как один какие-то сиденья непонятно тканевый но как будто бы они какие-то велюровые плюс эти тоже сделан по моему из переработанных материалам но он достаточно удобный мягкий это правда жесткий он испанского до производства это на вы бы женский пластик да в общем не знаю друзья все автомобили они должны конечно испытываться в тест-драйвер нам она мое женское усмотрение визуально так себе аскетичный вместо как фольфлагене айди 3 ну да ну сейчас пока я не восторге вообще нет одного на самом деле современно но аскетично еще один электромобиль мы хотим посмотреть volkswagen айди 3 мы уже смотрели как-то салоне а теперь вот на выставке тоже есть этот автомобильчик расскажи что тут тканевые сиденья тоже он какой-то такой аскетичный вообще мы заметили что все современные электромобили они какие-то аскетичные еще он использует переработанные материалы ну здесь мне больше нравится что есть под локотники на сиденье вот но вот этот большой монитор он конечно загораживает объем до монитор большой роль ну наверно удобные управления надо смотреть в движении здесь вот всякие ящички подлокотники на мой взгляд грубоват пластик прямо грубые грубые тесновато наверно до такому крупного мужчине назад какая-то если надо двигаешься не уходим расскажи как-то вот эти маленькие сапелевые подлокотники не особо не дают сцепление с локтем не вот этот экран мне кажется в движении будет отвлекать вот это да как пассажиру сидим они двигаются слушайте ну не знаю сиденье максимально аскетично значит для меня еще важно удобство сиденья 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 что-то я не оценила регулировка вот здесь я увидел это колесико и вот там ручка вперед-назад двигать в общем регулировка сиденья ну для меня это прямо на три с минусом тканевая тоже я не в восторге пластик как-то мы все аскетично друзья все аскетично стойки в общем пока все сыренько на мой взгляд ждем свой автомобиль свой мы так и не нашли чтобы вот прямо сесть сказать вау удобный экологичный экономичный красивый как-то пока нет нету не нашли мы не гибрида не электромобиля который хотелось бы приобрести с виду вроде ничего но внутри как-то все не очень не очень друзья пока как-то так это наше сугубо личное впечатление такое не знаю что я пока не оценила ничего сейчас сзади посмотрю в общем понятно сзади нету никаких как сказать кармашков на перед на сиденье до все аскетичненько все простенькая ну как как дверка захлопывается дверь кстати ничего захлопывается вку прихлопает как в этом самом жигулях почему так друзья на усмотрение личное каждого мы пока в вечном поиске подсветка кстати здесь есть я смотрю такая по контуру он там мы пока в поиске пока в аналитике что же нам приобрести чтобы было удобно путешествовать было экологично экономично интересное и приятно будем искать смотрим айди и quattro айди quattro тоже volkswagen иди четыре мы не профессионал поэтому профессиональный обзор смотрите на профессиональных каналах а я говорю свое личное впечатление как вот пользователь автомобилей принципе сейчас сзади посмотрим в принципе всех от машин которых мы посидели вот айди 4 мне принципе нравится по размеру хорошим как он хоть он очень похож на айди 3 но здесь вот как-то может быть там внутренним это кажется но сидеть свободно руль удобно ногам удобно не мешает подлокотник при вообще очень здорово мне вообще я решил что регулировка сиденья механическая потому что они наверно за экономит заряд батареи запас сиденьем даже сзади тоже большой я даже где-то вот наполовину и багажник достаточно нестили нам показали мальму литера а вот это на что за кнопочки всякие сенсорное включение света экран подогрев руля подогрев сиденья здесь не предусмотрен для испании не показывает сколько процентов заряда просто показать запас вот такой автомобиль друзья достаточно большой багажник достаточно вместительный багажник мы смотрели он достаточно большой и заряжает заправляется вот просто это цена и вам показала сейчас какая какая скидка можете на стоп поставить и посмотреть сейчас нам покажут что из вас есть смотрите устройство автомобиля куда водичка заливается куда охлаждающая жидкость в общем вот так устроена под капотом пространство в этом автомобиле друзья мотора здесь нет алексей обратил внимание еще на один интересный автомобиль peugeot гибрид это очень интересный всех пыжиков у нее 306 лошадиных сил новый автомобиль вот такой здесь салон салон интересный уже видно сейчас алексей сядет посмотрит тактильно приятно очень тканевая комбинированная ткань с кожей что ли с искусственной кожи наверное руль такой приятный как тесто не слабо салон очень красивым очень понравился ну-ка сейчас я сяду попробую друзья запах приятного но новый приятный сидеть очень приятно поддержка сиденья приятная кнопочки сюда выведены и по управлению автомобилем и думаю что и сенсорный экран десенсорный экран и кнопочки выведены все вот сюда да интересно не сделали руль такой небольшой очень приятно спортивный как на моей двоечке старинка не нужно жить и написали да 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 здесь подстаканнички все с подсветочкой приятный такой синий место сзади тоже достаточно ну вот пожалуй начинает нам начинает нравится пижаму вы не относились к пыжику ну пока этот французский автомобиль лидер нашего осмотра сейчас посмотрим как нас сзади задними местами с багажником ну и будем наверно в дальнейшем уменьшите тест-драйв автомобиль так алексей вместо уступаю сейчас он посмотрит и расскажи расскажи как твои впечатления мне понравился мне удобно и запах очень приятный автомобиль я тоже рассматриваю друзья все вот эти параметры как женщин чуть-чуть чуть-чуть бы мне вот это сделать поменьше потому что хочется электромобиль чтобы ноги можно было что проходить с одного степени у него батарея достаточно нормальная насколько запас хода от батареи доезжает 55 километров по моему листок в общем не будем эти технические подробности мы не специалисты мы свои впечатления кармашки есть сзади удобно и вот за собой сел в принципе еще вот пластик приятный запах приятно сиденья комбинированная кожа с тканью по моему ну или искусственную кожу место достаточно колени не упираются рулевое управление нам нравится надо проверять в движении да я такой специалист сейчас посмотрим багажник пока что он лидирует у нас peugeot как бы вы там не говорили и не думали на важник большой чуть-чуть поменьше чем у бмв и в в принципе не но мы постоянно понимаете друзья сравниваем с своими автомобилями вот так вот но на самом деле это достойный автомобиль французский до peugeot смотрите есть даже такая функция которая нам знакома уже давно конечно это не лакшери как бмв но тем не менее очень приятный автомобиль очень приятный автомобильчик то есть нам он пока понравился такой гибрид это конечно приятно да но не очень нравится для пассажиров так сиденье регулируется тоже механически но это все автомобили электромобилей я так понимаю регулируется обзор приятный мне нравится я бы даже сказал алексей что у нас пока это лидирующая позиция peugeot 300 на втором месте айди 4 айди 4 ну и на третьем это еще пока пустое место не заняты ничем вот так вот друзья мне нравится вот эту ткань приятно сочетание с искусственной видимо кожи это искусственная кожа здесь сиденье очень хорошая с хорошей боковой поддержкой сиденье очень удобно и я села сразу почувствовал спине вру за его в районе поясницы очень приятно ну такие наши впечатления живые мы первый раз садимся в этот автомобиль главное что есть рейлинги да 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 первый раз садимся в этот автомобиль нам очень понравилось друзья ну я в приятных ощущениях я не только технические параметры рассматриваю но и эргономику и удобства и запах и тактильном всех все смотрю мне очень нравится пока что пока что очень нравится пока это лидер нашего обзора для себя лично для своей семьи по разным параметрам ну а рядом стоит электромобиль или электромобиль это электромобиль дим да ну по идее да это вроде как не гибрид по особенно чуть-чуть и рисунку радиатора это не может быть гибридом что друзья но на первом месте у нас все-таки вот peugeot наверное сегодня по осмотру потом айди 4 мы со заценили вот это потом все остальное но мы рассматриваем конечно или гибрид заряжаемый или электромобиль города по-моему абсолютно не очень также удобно как на соседнем автомобиле как на гибриде руль примерно такой же посадка такая же да но вот это вот это конечно просто вообще 3d диск наоборот нравится 3d дисплей огромный этот прекрасная музыка по сделал потише чтобы youtube не забанил вот эти висящие клавиши очень интересно сенсорные такие смотри в 10 висящие здесь сенсорные видите наши живые эмоции потому что нам обзорник никем не проплачен поэтому мы говорим то что мы чувствуем и впервые вот сейчас ходим и пользуясь таким моментом выставочный до изучаем электромобили гибриды под себя и уже хотели уйти с выставки но увидели peugeot peugeot нас более больше всего покорила наверно да у нас был peugeot тревеллер мы его продали в прошлом году до этого ездить путешествие и вот второй раз уже меня удивляет именно пожил такими машинами такой отличная эргономика это просто обалденно и как всегда знаете немножко скажу женское такое да после бмв всегда садиться на какие-то машины тяжеловато потому что хочешь того же комфорта того же удобства как и в бмв так вот сюда я села с удовольствием вот на самом деле и дверка закрывается так тихо и аристократично зарядка багажник даже в синим цвете достаточно приятный автомобильчик может он закрыт так это новая вышка наша открывается ну вот друзья вот здесь минус здесь ручной багажник в отличие вот от того гибрида здесь немножко но все равно не вот еще электрическая я 200 еще поменьше она видит ему малявочка такая не она пока что у нас вот ну вот гибрид прям для путешествий 2008 там 3008 гибрид 3008 вот это первым мы смотрели автомобиль а это электромобиль гибрид мне очень очень понравился вот такие наши впечатления друзья первое место сегодняшней выставке у нас занимает нашей семье спешил ты же сел соседним кстати такой запах приятного взяла чуть-чуть масочку запах свежий приятный осталось прокатиться осталось прокатиться потому что если вдруг тест-драйв покажешь что не очень то конечно позиции может поменяться на volkswagen айди 4 может следующий пижо который мы здесь увидели но это больше как седан кому нравятся седаны вот как есть такой автомобильчик вот 8 гибрид это тоже гибрид да ну в общем тоже комфортно очень как алексей сказал peugeot сделал всех вот там тоже кушал стоит peugeot sport новинка на 5 508 там наверно обычно бензиновые ну 1 спорт скорее всего вот такие машинки мальчикам наши уже прям там как у себя дома приятное тоже такое же управление до эргономика на пожалуйста эргономика на первом месте как вам станислав уютно великолепный в общем нам понравились peugeot друзья опишите свои впечатления у кого такие автомобили были есть или будут кто с нами согласны посмотрите как классно здесь не стеклопакет как не стекло пакет как на полном и все время с бмв сравниваем друзья но это все таки ну учитывая что нам понравилось пыжу пусть и бмв да 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 нам есть немножечко с чем сравнить как пользователям поэтому вот нравится мне этот деревянные отставочки такие или под дерево мягенько с подсветочкой такой без поезда стильненько стильненько но седанчик я седана не очень люблю на самом деле я люблю больше такие паркетнички тем не нравится больше да 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 но автомобиль очень приятный тоже очень приятный вот серьезная эргономика удобства остальные осталось проверить в движении существенно нам не оторваться от зоны peugeot здесь еще один автомобиль 5800 до чуть больше чем чуть чуть больше мы уже стремимся почти к туареговым размером посадка идеальная просто очень удобный автомобиль чем они отличаются просто размерным рядом да внутри в принципе вот посадка во всех машинах что я посидел примерно одинаковые комфортно управление приятно руль маленький небольшой лепестки лепестки есть тут не знаю как они здесь вот она наверно очень приятно и отделка на отделка классно 20 никого не наступлю сзади тоже сколько места много смотрите друзья все здесь есть для путешествующих столики есть но это сбежу кстати кармашки там складывать все уголовнички удобно и очень так приятно да приятно приятных торки да и багажник я думаю соответствующих размеров такой он уже повыше автомобильчик мы полный рост вам его показываю для европы большего для поездок для путешествий очень хорошо ну вот этот у нас лидирует пока по всем показателям потому что нам и большой сильно не хочется для малюсеньких дорог до европейских всяких виде путешествий он вполне подходящий реально он есть рейлинг и есть гибрид то что надо и можно до питера доехать в общем вот так друзья мы посмотрели осталось тест драйв провести на нашем канале тест драйв обязательно выложим как только созреем так что следите за новостями с нашего канала за новыми роликами кому интересно выбор электромобиля или гибридного электромобиля заряжаемого пока что мы вот остановились на это все еще французский бренд да ты жил на французи вот на этом можно так сказать но volkswagen немцы тоже хорошо фонтс 1 иди 4 нам тоже немножечко понравился но попроще попроще может быть специалисты со мной не согласятся но я даже чисто просто женским взглядом знаете с эргономикой с уютом рассматриваю все это вот такой у нас получился сегодня обзор немножко хаотичный бегающий но я думаю тех кто выбирает сейчас гибрид или электромобиль я думаю что наше мнение тоже может быть вам поможет сделать выбор правил вам полезно во всяком случае мы посмотрели а вот в той здраве когда будем дальше уже могут пробовать ездить мы обязательно вам расскажем как они себя ведут на дороге нашим мнением вот ну и технические характеристики мы умышленно не рассказываем потому что каждый может зайти в интернет и почитать обзоры профессиональные обзоры и посмотреть профессиональные технические характеристики да мы не старались как бы конкурировать с профессионалами которые делают обзоры автомобилей на ю тубе и вообще в разных соц сетях мы старались просто показать независимое свое мнение как пользователей как семьи и просто мнение нашего канала мы в испании так что друзья надеемся быть вам как всегда полезными подписывайтесь если вы не подписаны на наш канал для того чтобы не пропустить новые интересные ролики с тест-драйва и электромобилей и гибридов обязательно покажем вам думаю что мы не только пижо не только на пижо и на иди 4 проедемся но еще на ряде каких-то автомобилей но и так друзья вот мы прошлись по этой выставке и и и и и и и и и